Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов, а вы смотрите видео на канале Gameplan. Сегодня, как и всегда, я отобрал для вас 5 самых интересных новинок для Android, причём игры сегодня будут максимально разнообразные. Ну а перед тем как начать, хочу сказать большое спасибо всем, кто не ленится и ставит лайки. Первая игра на сегодня называется Knights Fight Medieval Arena. Она представляет из себя средневековый экшен, где вам предстоит поучаствовать в рыцарских турнирах. Игра включает в себя несколько игровых режимов, это одиночные вызовы, онлайн и локальные дуэли. В будущем сюда также добавится ещё и турнир. Вы начнёте играть за новобранца, но по мере набора опыта и покупки новых элементов экипировки, вы сможете дорасти и до профессионального воина. Управление в игре осуществляется с помощью 5 кнопок, это щит и 4 вида ударов. В зависимости от вашей экипировки будет зависеть скорость восстановления каждого из видов ударов. Например, если вы владеете тяжёлым оружием, это потребует от вас больше сил, а следовательно и скорость восстановления удара будет дольше, чем при использовании лёгкого оружия. Что меня действительно порадовало, так это присутствие различных комбо-атак, которые вы сможете применять для нанесения серии сокрушительных ударов. Игра на мой взгляд вполне годная, особенно если учитывать, что всё больше и больше игр скатывается в однокнопочные аркады. Вторая игра это новое интерактивное кинцо от Teltal Games под названием Batman The Teltal Series. В этот раз, как вы поняли, нас отправляют в Готэм, где нам в роли Брюса Уэйна предстоит встать на защиту этого порочного города. Описывать вам сюжет я не буду, ведь это, пожалуй, основная часть игр данного жанра, иначе просто потеряется смысл поиграть в неё самому. Поэтому хочу отметить лишь её достоинства и недостатки. Сюжет игры лично мне показался весьма интересным, хотя я уверен, что найдутся люди, являющиеся якобы фанатами Бэтмена с момента нахождения в утробе матери, которые скажут, что это не так, но мне на них плевать. Сюжет, я думаю, сможет вызвать у вас интригу сразу же после завершения первой главы. Второе, что мне понравилось, это графика и большое количество эффектных и динамичных сцен. Третье достоинство заключается в присутствии русской локализации, так сказать, из коробки. Главным и, на мой взгляд, единственным недостатком здесь является оптимизация, которой в некоторые моменты может показаться, что вообще нет. Игра в Google Play распространяется условно бесплатно, а если быть точнее, бесплатно вам предоставляется только первый эпизод. Все остальные вы сможете разблокировать только за деньги. Следующая игра называется Egg. Это очень крутой и одновременно мерзкий платформер, поэтому если вы сейчас едите, то лучше отложите тарелку в сторону. Сюжет игры рассказывает нам о пареньке, одновременно спешащего на день рождения тети, спасающегося от злобной курицы и имеющего непереносимость яиц. И именно последний будет лежать в основе всего геймплея игры. Главный герой будет извергать из себя рвоту, и за счет этого он сможет взлетать и как следствие забираться на платформы. Поначалу игра вызывает жуткое отвращение и даже вызывает тошноту, но со временем игровой процесс увлекает, и перестаешь обращать внимание на этот малоприятный нюанс игры. Чем-то геймплей вам может напомнить Raymond Fiestoran, но все же игра относительно самобытна. Хотя, если я не ошибаюсь, создатели Super Meat Boy работали над чем-то похожим, где в основе также лежит рвотная игровая механика. В игре вас будет ждать 20 отлично продуманных уровней, классная графика и не менее классная анимация. Далее я хочу рассказать вам о продолжении пиксельного 2D квеста The Last Door Season 2. Сюжет второй части пропитан безумием, не меньше, чем у предшественника. Вам в роли психиатра предстоит отправиться на поиски внезапно исчезнувшего пациента. Данное расследование вовлечет вас в череду запутанных событий, наполненных мистикой, потусторонними событиями и сумасшествием. Одним из явных недостатков здесь является отсутствие русского языка, что серьёзно усложняет понимание происходящего. Всем фанатам первой части я однозначно рекомендую её к прохождению. И завершить сегодняшний выпуск я хочу файтингом Boxing Combat, который мне посоветовал один из верных подписчиков. Игра представляет из себя аркадный бокс, созданный с использованием технологии Full Motion Video Technology. Или проще говоря, все присутствующие в игре персонажи – это реальные актёры. То есть говоря о графике, то здесь практически всё выглядит реалистично. В игре вас смогут удивить и сами персонажи, которые порой выглядят очень трэшово. Говоря о геймплее, то здесь также всё реализовано весьма неплохо. Перемещаться вы можете либо с помощью виртуального стика, либо с помощью акселерометра. А наносить удары с помощью тапов и свайпов. Происходящее на ринге, как вы уже успели заметить, происходит от первого лица, что способствует полному погружению в происходящее. Также игра может похвастаться и различными режимами, как одиночными, так и многопользовательскими. Игр, сделанных при помощи данной технологии, не так много. А от этого они, на мой взгляд, вызывают лишь дополнительный интерес к себе. Поэтому попробуйте, а рекомендую эту игру всем. А на этом на сегодня всё. Благодарю всех за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч.